Что сейчас происходит в регионе, расскажет телеканал ПС в студии Артемий Заварзин. Добрый день. Новый профессиональный праздник, День кораблестроителя, установлен в нашей стране в этом году. Дату отмечаем сегодня, 29 июня, выбрана в связи с тем, что в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля фрегата «Орел». Согласно архивным данным, это первое российское военное судно, построенное по государственному заказу и на государственные средства. И символично, что в юбилейный год, год 350-летия с момента выхода этого царского указа, решено было учредить День кораблестроителя. Профессиональный праздник работников верфий, проектно-конструкторских бюро, профсоюзных и ветеранских организаций судостроительной отрасли. Другим темам радостное событие для жителей Сульфата и Маймаксы в Архангельске. Стоматология, в которой обслуживается население округов, теперь располагается в одном здании. Подходит к концу и ремонт новых помещений учреждения. Ранее стоматологические услуги оказывались по двум адресам. На Мусинского, 29 и Лича, 60. Жители испытывали неудобства. Расстояние от одного подразделения стоматологической поликлиники до другого немалое. Теперь получить все консультации и в случае необходимости пройти полное обследование и лечение можно в одном месте в здании на Ильича, 60. Раньше, после приема стоматолога, им приходилось идти сюда и делать рентген зуба и идти снова туда. То есть сейчас это будет все. Со второго тоже спустились на первый вот здесь и сделали снимок, поднялись и врач уже может дальше продолжать работу. А там вот такие перерывы были. Отмечу, что организовать централизованную медицинскую стоматологическую помощь населению стало возможно благодаря депутатам областного собрания. Изначально старые помещения здания на Ильича, 60, были непригодны для размещения в них стоматологических кабинетов. По ходатайству народных избранников из резервного фонда правительства региона было выделено 1 миллион рублей. 300 тысяч. Добавила сама больница. На эти деньги были заменены старые окна, проведен косметический ремонт. В столице Поморья в эти дни принимают соревнования по пожарно-прикладному спорту Северо-Западного федерального округа. 12 сборных сражаются за право представлять округ на чемпионате страны, который пройдет в конце июля в Саратове. О том, каким трудом достается путевка в город на Волге, северянам расскажет Олеся Кокина. 9 команд из регионов Северо-Западного округа, плюс спортсмены из Ярославской и Тверской областей. Всего 280 человек. Архангельск встретил отличников пожарно-прикладного спорта боевыми погодными условиями. Но несмотря на дождь, главная цель каждой команды – победа. Это коллектив. Каждый должен пробежать. Каждого нужно в обязательном порядке оценить. Он должен показать свой результат. И в первую очередь этот результат должен пойти на пользу как команде, так и самому участнику. Соревнования по пожарно-прикладному спорту для спасателей сродни Олимпийским играм. За пределами полосы препятствий от навыков огнеборцев часто зависят жизни людей. Вместо классических спортивных снарядов – пожарные рукава и стволы. Даже разветвления индивидуальные – своего рода тотемы. С этим набором пожарные отрабатывают технику на тренировках. У нас посезонная подготовка сейчас. Например, мы до соревнований за три месяца нас освободили от службы. Мы тренировались. Пять дней, неделю, четверка с Ксей у нас была выходной. Среди фаворитов отборочного этапа чемпионата страны – сборная Санкт-Петербурга. У этих ребят на тренировке гораздо больше времени. От службы для подготовки к соревнованиям их освобождают на целый год. Коллектив своего рода – элита пожарно-прикладного спорта. Чтобы бороться на чемпионате России, сильнейших набираем и готовимся весь год к этому старту. Полосу препятствий проходит вся команда, каждый в своей группе. Самое зрелищное – взрослые мужчины. В финале этой дисциплины встретились три петербуржца и представитель Вологодчины. В лидеры выбился уроженец Ставропольского края, выступающий за Питер Станислав Титаренко. Юноша пока еще только курсант, однако спортивная карьера у будущего спасателя уже головокружительная. С девяти лет занимаюсь пожарно-прикладным спортом. Привел меня туда дядя. Начал заниматься, как бы все понравилось. Уже шестой раз чемпион мира стал. Следом за полосой препятствий – пожарная эстафета. Пока судьи и организаторы переставляют снаряды и готовят поле, спортсмены греются и разминаются. Первыми стартуют девушки. Задача – каждый из четырех барышень пробежать свою стометровку быстрее соперницы. Еще и преодолев препятствия. Перед финишем – настоящее фаер-шоу. На скорость участницы тушат огонь в специальном противне. Своего рода подготовка к командному этапу боевого развертывания. Он намечен на 30 июня. Олеся Кокина, Евгений Языков, Архангельское телевидение. Теперь в Холмогурский район, в селе Ломоносово, восстановлена историческая справедливость. В местной церкви Дмитрия Солонского появились колокола. Памятник федерального значения. Храм, как и многие в стране, был закрыт в советские годы. Как же церковь обрела свой голос, расскажем прямо сейчас. Кажется, этот благой звук не заглушит даже самый сильный ветер. Храм будто сообщает на весь мир. Я жив, восстановлен и обрел свой голос. 3 июня в праздник Святой Троицы на Звоницу установили 7 колоколов. Изготовлены они были в городе Жуковском, в Московской области. Вот я так понимаю, там заказ сделали на эти колокола. Но они, получается, именные для нашей церкви, именно Дмитрия Солонского. Закрытая в советские годы почти 100 лет церковь была в запустении и разрушалась. Пятиглавый Дмитриевский храм был открыт после реставрации в 2014 году. Возрождение долгожданное, но не первое в истории Святой Обители. Изначально храм был деревянный. Но в 1718 году произошел пожар. Храм сгорел от попадания молнии. И крестьяне подают челобитную архиепископу Варнове, прося разрешения о строительстве нового храма. Он, конечно, дал такое разрешение, но строить велено было каменный и к нему колоколинку. Строительство этого храма началось в 1726 году. Участие в строительстве храма принимал юный Михаил Ломоносов. А его отец собирал деньги на строительство церкви. Теперь уже на восстановление колокольни средства искали потомки Великого Помора всем миром. Сбор средств мы начали в июне 2016 года. С благословения нашего священника. И в течение года мы насобирали вот эту сумму. Собирали как селила Моносова все, так и помогали нам и из других окрестных городов, и даже из Москвы и из-за рубежа. Сейчас у опекунов храма и духовенства другая забота, как обустроить систему отопления. Из-за ее отсутствия службы проводятся только летом, а паломники едут круглый год. Пусть пока не в теплый храм, но с теплом в душе. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение, Холмогорский район. Сейчас об интересном опыте в Вельском районе. Спортивная инфраструктура на селе может появиться не только благодаря национальным проектам. Иногда достаточно энергии молодых инициативных жителей. Пример подают в селе Благовещенское. Впечатлилась опытом вельчаны и моя коллега Олеся Кокина. Римма Дегтярева – одна из самых активных жителей села Благовещенское в Вельском районе. Девушка руководит ТОСом Возрождение. Вот уже два года вместе с Советом Молодежи она создает спортивную инфраструктуру на селе. Начали с катка. Первым проектом мы построили ограждение, площадки, закупили коньки и комнату, где выдача коньков. На второй проект у нас что, нам денежек дали не очень много. Мы сделали только скважину и покрасили и расписали. Корт – не первый проект Благовещенских ТОСовцев. Десять лет назад в селе появилась своя маленькая лыжная база. Полтора километра освещенной трассы и прокат лыж. В живописном бару катаются не только любители, но и известная спортсменка. В 2015 году титул чемпионки Кубка мира мастеров по лыжным гонкам выиграла жительница Благовещенского Марина Берская. Когда на мировом этапе она вошла в тройку лидеров, в женской раздевалке лыжницы со всего мира удивленно обсуждали, откуда же она взялась. Я стою так в уголочке и не признаюсь. А потом она заметила меня, девчонка, и говорит, что вот она. А они спрашивают у меня, все участницы спрашивают, а ты откуда взялась, откуда ты приехала, почему тебя раньше не было. А я им такая говорю, да я из деревни, да я в принципе так говорю, любитель такой. Этим видом спорта она увлеклась еще в конце 70-х, когда училась в Шенкурском профессиональном училище. Тренируется на родной базе и в центре лыжного спорта «Малиновка». В ее доме, кажется, нет уголка, где не было бы кубков, медалей и наград. Однако главное богатство хранится отдельно. А здесь я храню свои любимые лыжи. Вот на этих лыжах Фишер как раз я стала чемпионкой Кубка мира мастеров в Сыктывкаре. Марина Берская – полноправный член сборной России в клубе мастеров лыжных гонок и капитан своей районной сборной, которую уверенно ведет к победам. Олеся Кокина, Евгений Языков, Архангельское телевидение. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Я не прощаюсь и жду вас.